Добрый день, меня зовут Шаранова Татьяна Валерьевна, и сегодня я хотела бы поговорить и осветить такую тему, как нано-визикулярные технологии в онкологии. Для начала хотелось бы немножко рассказать о себе. В прошлом году я закончила аспирантуру по направлению химия в Санкт-Петербургском Государственном Университете, а также в прошлом году застила кандидатскую диссертацию по специальности медицинская химия. Ну и на данный момент я являюсь младшим научным сотрудником научной лаборатории субклеточных технологий с группой онкоэндокринологии под руководством Малек Анастасии Валерьевны, и работаю над таким проектом, как создание ДНК-аптомеров для неспецифической сорбции нано-визику плазмы. Давайте для начала все-таки разберемся, что же такое нано-визикулы. Все мы в своей жизни сдавали клинический или биохимический анализ крови. В первом случае исследуют клетки крови, во втором случае какие-то вещества, которые отвечают за работу внутренних органов. Так вот, с помощью таких методов анализа невозможно идентифицировать какие-то маленькие частицы нано-размеров. Однако клетки практически всех типов, в том числе и раковые, продуцируют различного рода визикулярные образования. И, соответственно, существует несколько видов нано-визикул. Самые крупные из них — это апоптические тельца, среднего размера — это микровизикулы, и самые маленькие частички — это экзосомы. Они участвуют в транспорте различных активных молекул, таких как ДНК, матричная РНК, микро-РНК, и сообщают их между клетками. Но, собственно, на них мы чуть подробнее остановимся. В среднем экзосомы имеют размеры около 100 нанометров. Они секретируются большинством типов клеток и выделяются в жидкости организма. Наиболее распространенными источниками внутриклеточных визикул являются кровь и моча. Однако в нашей лаборатории зачастую работают с такими биологическими материалами, как плазма крови, плаважные жидкости, клеточные культуры или первичные опухоли. Стоит отметить, что состав нано-визикул отражает, но не полностью повторяет состав тех клеток, которыми они вырабатываются. Так как для опухолевых клеток характерна сверхэкспрессия экзосом, которые могут влиять и на инициацию, развитие, инициализирование опухоли, паниклеточные нановизикулы имеют просто многообещающий клинический потенциал. С помощью онкомартеров можно разрабатывать новые методы диагностики и мониторинга, которые находятся на мембране визикул. Кроме того, поскольку нановизикулы участвуют в транспорте каких-то веществ, их можно использовать как метод доставки лекарственных препаратов. Однако здесь существует ряд проблем. Это их маленький размер, также гетерогенный состав популяции выделяемой. Отсюда вытекают проблемы при выделении их характеризации, что нет каких-то четких критериев. Теперь поговорим немножко о методах выделения и анализе. В основе существующих методов выделения лежат какие-то особенности физической или биохимической структуры. К физическим мы будем относить размер, плотность, форму. К биохимическим это расположение каких-то специфических белков на мембране этих визикул. Соответственно, выбор метода выделения экзосом будет зависеть исключительно от цели нашего эксперимента. Так, литературные данные показывают, что чаще всего применяется стандартный метод выделения экзосом. Это ультрацентрифудирование. Также зачастую применяют комбинацию разных методов, поскольку это позволяет выделить более чистую и специфичную фракцию экзосом. Однако, чем более чистую фракцию мы хотим получить, тем меньше будет выход. В нашей научной лаборатории чаще всего используют стандартный метод выделения. Это двойное ультрацентрифудирование. Но помимо этого, нам было запатентовано выделение с помощью двухфазной полимерной системы. Это полиэтиленгликольдых стран. Стоит отметить, что разработанный метод намного экономичнее и менее время затратен. Но и по качеству выделенные визикулы не отличаются, точнее, не хуже, чем при выделении в стандартных условиях. Несмотря на наноразмерность, экзосомы все-таки могут быть провизуализированы и как-то охарактеризованы. Также можно оценить как отдельную визикулу по отдельности, так и целую популяцию. Ну и, собственно, самый распространенный у нас метод – это анализ траекторной наночастиц. С помощью него можно оценить размер и концентрацию после того, как мы выделили наши визикулы из биологического материала. Также применяется метод проточной цитометрии, который позволяет оценить гомогенность, размер, а также показать какие-то молекулярные маркеры, которые расположены на клеточной мембране, на визикулярной, точнее. И для этого используются какие-то антитела. Вот в данном случае это СИД-9 и СИД-63, да, такие вот маркеры. Далее. Хотелось бы немного все-таки рассказать еще и о наших проектах. Ну и по факту клинический потенциал вне клеточных нано-визикул основан на способности ДНК-аптомеров связываться, собственно, с визикулами. И это несет очень большой диагностический потенциал. Так вот, в рамках проекта по оптосенсорам был разработан метод диагностики лимфомы Ходжкина. В данном случае оптосенсор связывается с нано-визикулами. Оптосенсор представляет собой комплекс золотых нано-частиц с оптомерами. Золотые нано-частицы в данном случае нужны для того, чтобы как-то детектировать сигнал, когда мы будем все это выделять. И мы смогли идентифицировать здоровых доноров и пациентов, что видно по данным КЭТ-ПТ. Ну, собственно говоря, специфичные оптомеры хорошо связываются, но откуда они берутся. Для этого есть специальная процедура СЕЛИКС, с помощью которой можно разработать новые ДНК-оптомеры. Для этого нужна библиотека различных одноцепочных олигонуклеотидов, у которой есть какой-то рандомизированный участок. Она инкубируется с выделенными из плазмы-визикулами, и, соответственно, часть более афинных на них садится и связывается. После чего избыток удаляется, а образовавшийся комплекс нам попросту разрушается. И вот эти вот афинные оптомеры отбираются, дальше нарабатываются для большего количества. И в результате получается уже двуцепочечная последовательность, которая генерируется снова в одноцепочечную. И далее вот этот вот пол запускается в следующий раунд. И, пройдя несколько раундов, мы получим наиболее афинные последовательности, которые можем потом просеквенировать, узнать и дальше уже применять их как специфичные оптомеры какой-то конкретной мишени. Следующий проект посвящен методам диагностики с использованием вот как раз-таки уже существующих оптомеров. Здесь, в принципе, модель строится примерно таким же образом, как и в диагностике лимфомы Ходжкина. Сначала собирается плазма, из нее выделяется сначала тотальная популяция внеклеточных визикул. После чего мы берем наши специфичные ДНК-оптомеры и к определенным маркерам, да, они с определенными маркерами взаимодействуют. И мы выделяем уже простат специфичные нано-визикулы из этого общего пула, после чего выделяем микро-РНК, количественно оцениваем с помощью полимеральной цепной реакции и уже можем, опять же, установить диагностическую какую-то разницу между пациентами и здоровыми донорами. Ну вот, на этом, пожалуй, у меня все. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...